девчонки всем привет начинаем с вами новый влог и начнем мы его с распаковки я вам покажу что мне пришло от моей подписчицы мне пришла посылочка и правда я честно говоря даже не знаю как реагировать я очень тронута так приятно так неожиданно я впервые получаю посылку от подписчицы и правда очень приятно во первых приятно конечно же получать подарки чего ж тут лукавить все мы любим получать подарки но и конечно же очень приятно внимание что человек потрудился собрал посылочку это девочка моя подписчица мы договорились не озвучивать имена я конечно же я уже позвонила поблагодарила но так у меня есть такая возможность выразить выразить свою благодарность таком формате я конечно же ей воспользуюсь поэтому большущие большущие тебе спасибо дорогая мне правда очень приятно очень приятно осознавать что есть люди которые по-доброму к тебе относятся дают тебе какие-то советы просто спрашивают как дела вот уже и подарки дают спасибо благодаря ютубу у меня появилось очень много близких людей на огромнейшем расстоянии не смотрят в других странах других городах на другом континенте это правда очень здорово очень классно я очень рада что мы с вами на одной волне и что я нашла для себя youtube так случилось что несколько лет назад моя близкая подруга погибла и сейчас не об этом конечно видео но я очень рада что есть у меня youtube есть у меня девчонки близкие девчонки некоторых из них я даже не знаю в лицо представляете я просто там есть какая-то картинка в инстаграме в ютубе какая-то картинка мы переписываемся я просто представляю себе как выглядит человек но я не знаю человека в лицо и при этом он стал для меня очень близким представлять как бывает в жизни так вот подругу я потеряла но у меня появился youtube который дает мне возможность чувствовать что есть люди которые я не безразлично которые которые ко мне по-доброму относятся которые готовы мне советовать как подружки знаете этого и что-то подсказывать огромные девочки вам всем огромное огромное спасибо эта девочка которая мне прислала посылку такая же любительница шелка как и я и вот она мне собрала такую посылочку из нескольких шелковых вещей и обуви так ну и вот что мне пришло вы наверное видели эту блузу в моем видео я не знаю просто что выйдет раньше либо влог либо вот это вот тематическое видео тренды и секонд-хенда и там я в ней девчонки посмотрите какая она красивая здесь я вам показываю поподробнее более детально но оставлю ссылочку на то видят мало ли может вам интересно стало бренд вот такой камаю это французский бренд по моему он переводится как камея на русский язык два накладных кармана все как я люблю и девочки посмотрите это стопроцентный шелк очень приятная ткань она плотная и в то же время мягкая такая она классная очень приятно и принт смотрите такой не избитый леопард но что-то как будто анималистичное в нем есть и не горох который я тоже очень люблю и не леопард что-то средне кита кляксы очень красивая необычная два кармана на груди все как я люблю размер я здесь не вижу села на на меня таким свободным оверсайзом какие прям как я люблю на сто процентов угадала и с размером и с фасоном и совсем спасибо тебе дорогая еще раз затем вот такой вот платок я вот так же показала я прошу прощения что он уже помялся на самом деле его гладила для видео но вот все он же помялся в последнее время только вот этот вот платок с какими-то нейтральными вещами с белыми рубашками с белыми футболками с чем-то таким неброским этот платок вытягивает любой образ я неоднократно об этом говорила удачно подобранный платок делает просто супер лук здесь такой принт тай дай сейчас очень актуальный он также шелковый девчонки посмотрите какой шелк ну правда мяты это не то надо было мне все таки погладить и вам показать я вам показала в том видео где ссылочка под видео заходите смотрите и он довольно большой вот видите какой у него размер можно и как чалму его носить повязывать на волосы и просто на хвост повязывать и в косу вплетать в общем можно с ним поиграться так но идем дальше вот такие вот чудесные ботильон чеки у меня носочные чулочные вот такие вот видите вот они на резинке очень классные с острым носом вот такой вот каблучок он не сильно высокий прям как я люблю и конечно они очень интересные просто с джинсами и в стиле спортшик они замечательно будут смотреться и даже с чем-то очень классическим на контрасте мне кажется тоже чудесно будут смотреться на такого меня по крайней мере нет здесь еще знаете на конце вот видите здесь люрекс вот именно вот эта вот часть из люрекса вся остальная часть вот такая очень классный мне очень понравились так и вот еще вот такой вот жакетик я его повесила чтобы начать отпаривать у меня закончилась вода думаю дай-ка я вам покажу а то уже три дня собираюсь вам показать что мне прислала подписчица и все никак не соберусь вот такая вот вещица и это тоже у нас девочки стопроцентный шелк и я между прочим проверяла эту вещь если те остальные на ощупь могла без проблем определить что это шелк то здесь вообще никогда не скажешь что это шелк и я бы сказала что и на ощупь это очень качественный пима катон но как оказалось это шелк фирма вот такая вот превью collection слегка коротковат но я думаю что он тоже займет свое достойное место у меня в гардеробе вот правда но настолько некрасиво смотрится вещь когда она не глажена я прям не могу оценить ее на самом деле он намного круче чем смотрится вот сейчас вот на вещей у меня нет вот таких вот коротеньких но я думаю под заправку я планирую его носить так как он мягкий податливый то его здорово можно будет именно осенью такое носить под заправку либо использовать его для многослойных луков девчонки хотела вам дать отзыв по поводу вот этой штуки арома диффузор по-моему да он называется я вам показывала в своих покупках из ашан и как раз таки про покупки из ашан девчонки из всего того что я приобрела продуктов питания именно я выбросила почти все вообще ничего не понравилось из продукции аша магазине не очень удобно очень много времени занимает читать состав и прочее и тем более что я изначально была нацелена на то что хочу попробовать именно продукцию ашан и я не стала читать принесла домой прочитала много много сразу прямо от мела вообще и правда не советую единственное что мне понравилось из продуктов там такие вкусняшки были такие трубочки я вам ставлю фото если встречу где-нибудь вот они классные они знаете похожи на трубочки из детства в таком в такой был пресс такая форма и туда заливалась жидкое тесто и трубочки были очень хрустящие вот как раз эти трубочки такие накрученные очень похожи на те они без начинки без всего просто-таки хрустящие трубочки прикольные но состав там тоже не особо вот а по поводу вот этого диффузора смотрите прошло где-то даже двух недель еще не прошло полторы недели и его уже нет практически на донышке осталось я сначала засунула сюда три палочки но все знают да чем больше палочек тем интенсивнее аромат засунула три палочки продождала где-то сутки потому что они должны намокнуть только тогда уже яркий такой аромат стоит в том месте где вы эту штуку ставите так вот захожу в ванную с утра обычно с утра когда дверь открываешь прям должно пахнуть захожу в ванную ноль вообще ничего а взяла я на замену автоматическим распылителем вот этим диспенсером от эйрвик я думаю слишком что-то дороговато выходит может быть вот такие штуки брать они в ашане где-то около 60 гривен что ли стоят а те 90 по моему в общем девочки я вообще никому не советую вообще совсем не пахнет ни три ни пять сколько сюда палочек не ставь вообще не пахнет даже вот я сейчас стою рядом с ним мне не пахнет единственное что вот если понюхаю прямо сам флакон вот тогда да какой-то аромат есть но я ж не буду ходить все время с флаконом в руках ну вообще ни о чем не тратьте деньги они не стоят даже этих бюджетных денег не стоит эта штука единственное что у меня не сохранилась упаковка чтобы вам показать как выглядит я тоже если найду вам ставлю фото если нет то верху на экране появится ссылка на тот влог где я делала покупки если прям очень интересно то загляните посмотреть так девчонки показываю вам что мне пришло с сайта парфюм де пари какие ароматы с этим сайтом я уже не первый день знакома познакомилась благодаря блогерской рассылке несколько раз сама заказывала для себя на подарки мне очень понравились ароматы я уже об этом говорила понравилась стойкость понравилась оперативность бота все очень быстро четко лаконично в этом плане молодцы упаковка все замечательно все соответствует тому что изначально не заявляют и когда мне предложили снова посотрудничать я конечно согласилась потому что в принципе у меня все устраивает я просто выбрала то что мне нравится из аромат и вот сейчас вам покажу что я выбрала я выбрала два в пластике и два в стекле два для мужа и два для себя все ароматы я знаю со всеми я знакома и если вдруг вас что-то заинтересовало во-первых внизу оставлю ссылочку на этот сайт а во-вторых лучше брать девочки проверенные ароматы вот то что вы знаете знаете что вам нравится не надо экспериментировать лучше пойти в магазин послушать ароматы и потом уже заказать на сайте к примеру я я например так делаю потому что не всегда попадаю они в принципе очень бюджетно стоят но тем не менее на них сейчас акция по моему 190 гривен что ли они стоят ну вообще короче шара очень классно как раз таки на лето знаете вот стоят у меня два аромата оригинальных ну вот как-то жаба жмет я по три-четыре раза в день могу зайти в душ и лить на себя дорогой аромат который стоит там две-три тысячи просто на час чтобы потом его смыть через час как-то мне нулин ну не хочется и вот в данном случае меня спасать такие ароматы которые кстати ничем не уступают по стойкости оригиналу на в надежде так вообще очень долго держится значит для мужа я взяла вот такой вот джорджи армания аквапур аква дежу про у меня такое есть но для женщин а он свой закончил раньше я ему вот продублировала такой вот аромат единственное что когда приходят миниатюрки там у них по моему два покупаешь третий в подарок что-то так когда приходят миниатюрки у них вот это вот дозатор эта трубка она свернут аж прям до верху и приходится потом ее обрезать когда к примеру на половину уже израсходовали приходится ее обрезать в этом плане не очень удобно ну как бы надо заморочиться просьбе я взяла вот такой вот аромат это молекула 3 ой девочки как же вкусно она пахнет очень интересный аромат именно на осень у меня была у меня была и 3 4 молекула мне 3 больше всего нравится именно на осень мне кажется очень классный будет аромат потом себе заказала гучи раш 2 им тоже мне очень нравится у меня еще такого не было но я его слушала в магазине он мне понравился решила себе заказать и последний который заказала мужу это вот такой вот хуга босс босс у него тоже был такой и ему нравится и я с ним вообще не экспериментирую лучше брать то что он любит и то что уже давным-давно проверено вот так вот выглядит упаковка очень лаконичная такая увесистая бутылочка здесь 100 миллилитров ских ароматах черная крышечка в женских золотистая очень классные парфюмы супер вообще рекомендую и знаю что многие девочки по моей рекомендации заказали и тоже мне отписали что очень довольны так что это вдвойне приятно и смотрите читаю сейчас журнал что это у нас joy журнальчик здесь про куко шанель и про сами ароматы шанель номер пять вот не всегда было интересно почему именно шанель номер пять почему не номер два три десять почему именно номер пять оказывается она такая барышня была очень придирчивая и тогда в начале двадцатого века очень было распространено всякие цветочные ароматы всякие такие узнаваемые она не совсем не любила цветы единственный цветок который более-менее нравился это белый белая камелия который ничем не пах ей тем не менее хотелось какой-то аромат такой ни на что не похожий не пахнущий цветами чтобы это было что-то экстраординарное и она познакомилась с молодым парфюмером они совместно создали несколько ароматов 10 точнее если быть и этот парфюмер решил использовать для создания ароматов альдегиды которые взаимодействие с с цветами давали совсем другой аромат не похожи на эти цветы в общем и предоставил на выбор 10 флаконов ей понравился пятый и поэтому шанель номер пять и флакон сам лаконичный не похожий на модные флаконы того времени она так решила правда очень интересно почему-то всегда думала что шанель номер пять это аромат кстати я его никогда не слушала как раз я его видела в магазинах мне ни разу не захотелось его послушать мне всегда вот такой стереотип что раз ему бы около ста лет то значит он для таких возрастных женщин скажем то я не знаю в чему это казалось и мне почему-то не хотелось его послушать хотя вполне возможно даже уверена что я этот аромат слышала на ком-то просто я не могу сопоставить с тем что это шанель номер пять теперь прочитав эту статью мне захотелось заказать и в следующий раз обязательно закажу себе шанель номер номер пять здесь указано что 80 ингредиентов в составе среди которых роза жасмин и ланг и ланг но альдегиды изменили этот букет до неузнаваемости и фактически превратили в абстракцию и мне очень за потому что аромат розы я совсем не люблю вот теперь мне захотелось послушать что это за интересная такая абстракция 3 по статистике в мире каждую минуту покупают флакон шанель номер пять представляете и самое интересное что он тоже создан в том же городе что и вот эти ароматы в городе грас где здесь написано вот в городе грас столицу мира парфюмерии эти ароматы тоже оттуда вот заказчик у меня был на сайте и как я вам сказала внизу под видео в инфобоксе оставлю вам ссылочку то мало ли кому то интересно